так первый трюк я бы не рискнул сказать что тут даже есть хотя бы теперь вы знаете несколько нюансов которые нужно обязательно замечать и обращать на них внимание это реально опасный страшно и это здорово когда и застройщики и муниципалитет и чик чик друзья многие из вас сталкивались с рекламными трюками застройщиков и уловками продавцов недвижимости все просто реклама не только двигатель продаж но и средства не всегда честной манипуляции меня зовут роман вы на канале правильный выбор и сегодняшний наш обзор будет посвящен трем топом уловкам продавцов недвижимости и а и и и и Да, отличное начало и очень злободневная тема. Мы прекрасно понимаем, что для того, чтобы продать новое жилье, застройщик должен его упаковать в красивую обертку. Сделать историю, рассказать о философии. И это вполне понятно. Меня зовут Максим и в этом видео мы покажем, какую информацию из рекламы нужно обязательно проверять. Начнем мы с ЖК Альтер. Это заявка на крепкий бизнес-класс, который находится в достаточно выгодной локации. Центр города достаточно близко. Итак, перед нами рекламный проспект. Мы видим представительный ЖК бизнес-класса Альтер. На рендере изображен достаточно интересный фасад. И внимание! Просто райское окружение. Вокруг дома деревья, пешеходные аллеи, набережная, продолжение двора. Тихие кораблики и живописный густой лес на заднем фоне. Сейчас я передам слово Роману. Он находится как раз в том месте, с которого мы можем оценить, насколько изображение и обстановка вокруг ЖК реально соответствуют действительности. Друзья, я сейчас нахожусь в 12 минутах ходьбы от станции метро Новочеркасская, рядом с берегом реки Охта, у жилого комплекса Альтер. Это три 12-этажных кирпично-монолитных дома в стиле американского арт-деко. Фасады отделают клинкерным темным кирпичом. Башни объединены стилобатом с коммерческой недвижимостью и паркингом. Стоит отметить, что сам комплекс, на мой взгляд, полностью соответствует высокому уровню, который заявляет застройщик. В комплексе, например, нет студий, высота потолков почти 2,9 метра, огромные окна высотой 2,4 метра. И причем тут, кстати, архитектор отказался от балконов в пользу внешнего облика дома. Ну и вряд ли мы найдем в Санкт-Петербурге комплекс, хоть близко похожий внешне на Альтер. По стоимости на сегодняшний день на однокомнатные квартиры это 12,6 миллионов, двухкомнатные 17,5, а трехкомнатные 24,9. В принципе, можете эту информацию не запоминать, потому что мы оставим ссылку в описании на все актуальные квартиры в этом комплексе и следующих, которые мы сегодня покажем. Итак, первый трюк – это окружение. По левой руке от меня, по сути, в 300 метрах от комплекса, Молохтинское кладбище. Его на рендерах мы не видели. Примерно в 500 метрах на север от жирового комплекса до сих пор действующая промка. То есть мы их тоже не видели. Ну и вода в реке Охта, ну чуть-чуть не такая чистая и голубая, как это изображено на рендере. Да и яхты я, по сути, тоже тут никогда не видел. И еще один маленький момент, но достаточно важный, это то, что по восточной и северной стороне от комплекса его окружает другой жилой комплекс, Магнифика, это комплекс бизнеса, комфорт-класса. Но тут это скорее больше плюс, чем минус. И сейчас я покажу почему. Идем. Итак, мы сейчас с вами проговорили про, без преуменьшений, комплекс бизнес-класса, жилой комплекс Альтер. Что мы вот сейчас здесь делаем? Это набережная Охты. Ее участок меняет, застраивает два застройщика. Это, собственно, Банава от жилого комплекса Магнифика и компания Эйджи, это как раз-таки наш альтер-герой выпуска, именно в новое общественное арт-пространство. Оно еще до конца не готово, но при этом мы уже видим работу, понимаем, как это будет выглядеть. И, на мой взгляд, выглядит это здорово. Также на другом берегу Охты мы с вами видим уже работающее общественное пространство. Оно называется Охта. Также общее, также для всех. Вы можете в любой день сюда приехать отдохнуть, в том числе и с детьми. И это здорово, когда и застройщики, и муниципалитет меняют облик города, меняют старую промку на именно такие общественные пространства. А мы сейчас с вами едем к нашему новому герою и завещать новый торговый трюк. Мы едем к станции метро Ладожская. Мы продолжаем. И сейчас мы расскажем вам о следующей уловке. В 20 минутах от нашего первого героя находится следующий герой – ЖК «Заневский». Комплекс чуть уступает первому поэтажности и близости от центра. Но если мы посмотрим на рекламные проспекты от данного ЖК, с транспортом здесь полный порядок. Итак, рендер. Сразу оговоримся, что в проспекте указывается время, за которое вы доберетесь до нужных мест, при условии, если вы будете пользоваться личным автотранспортом. Транспортная доступность выглядит достаточно выгодной. До Московского вокзала всего 10 минут, до улицы Рубинштейна 20 минут, 20 минут до Дворцовой площади и всего 40 минут до аэропорта Пулково. Просто сказка. Надеюсь, доводы Романа не превратят нашу карету, которая должна домчать нас в указанное застройщиком время до указанных мест, в тыкву. Друзья, я сейчас нахожусь в 400 метрах от Ладожского вокзала Петербурга, в 100 метрах от Заневского проспекта и в 30 метрах от метро Ладожская. А это всего лишь 3-5 минут пешком до метро. Представьте себе. И нас тут встречает новый комплекс Заневский сити. Продажи тут начались только в августе этого года. Это будет 4 кирпично-монолитных дома от 6 до 14 этажей. Здание возводится по скандинавском стиле, причем два корпуса будут жилыми и два с сервисными апартаментами. Продажи пока еще не открыты, продажи только жилые квартир. И вам, конечно же, будут интересны на них цены на сегодняшний день. Итак, студии это минимум 7400, однокомнатные квартиры 9900 и двухкомнатные квартиры 13600 минимум. Итак, а теперь о времени в пути и трюк номер два. 10 минут до Московского вокзала, это если вы решили отправиться в Москву ранним воскресным утром или поздней ночью, ну то да. С Дворцовой площадью та же история, что на личном, что на общественном транспорте, дорога до площади займет примерно 40 минут. Это немного по меркам большого столичного города, но в два раза больше, чем указано в буклете. А вот время в машине до аэропорта Пулково указано, ну в принципе верно. Но посвящим предупредить тех, кто решил отправиться на общественном транспорте, тогда можете смело добавлять примерно еще 30 минут к указанному времени. А мы продолжаем. Нашей любимой темой, которую мы освещаем практически в каждом нашем обзоре, является анализ социальной инфраструктуры локации. И сейчас пришло время объяснить, зачем мы так тщательно анализируем этот параметр. Итак, перед нами очередной герой, ЖК Ахтахаус. Комплекс находится с севернее Альтера, нашего первого героя, в 4 километрах от него. Итак, смотрим на рендере. На них отмечается, что комплекс расположен в сложившемся районе, с хорошей инфраструктурой, развитой транспортной сетью и с тем, что нас больше всего в данном случае интересует, со школами в шаговой доступности. Все выглядит достаточно благополучно. И по традиции мы отправимся на место и перемерим шаги. Итак, друзья, я сейчас нахожусь в 100 метрах от действующей железной дороги и примерно в 50 метрах от подстанции и разбросанных гаражных кооперативов. Мы сейчас снимаем жилой комплекс Ахтахаус. Крайне редко бывает в Санкт-Петербурге, когда у застройщика после сдачи дома, когда уже прошло заселение, остается достаточно большое количество квартир в продаже, свободных. Собственно, почему? Дело, наверное, все-таки в специфике места, хотя в буклетах застройщика писали о развитой инфраструктуре вокруг самого жилого комплекса и о 20 минутах пешком до метро в первом буклете. Я бы не рискнул сказать, что тут даже есть хотя бы 40 минут на самом деле. Давайте туда пройдемся по ценам. Однокомнатных квартир в продаже не осталось. Двухкомнатных сейчас это минимум 9100, а трехкомнатные 11700. Итак, трюк номер три к социалке. Итак, трюк номер три к социалке. Ближайшая школа, школа номер 133, действительно рядом. Она в 6 минутах ходьбы отсюда. Но, опять же, есть два больших нюанса. Первый, чтобы пересечь эту дорогу, ее нужно просто перебежать. Это реально опасно и страшно, потому что ближайший светофор, например, и пешеходный переход, соответственно, в 300 метрах от самого жилого комплекса. Очень удобный и безопасный переход. Хотите так же? И что касается непосредственно самой школы, она с углубленным изучением иностранных языков. Соответственно, она, во-первых, не всем подойдет, а, во-вторых, она маленькая, она старая, советская. И не факт, что ваш ребенок в нее попадет, что хватит элементарного места. Поэтому ищем следующую школу, а это уже 20-25 минут пешком до ближайшей. Соответственно, приходится каждый день также водить ребенка в школу либо возить на автомобиле, что, опять же, не всегда и не всем удобно. Ну что, друзья, теперь вы знаете несколько нюансов, которые нужно обязательно замечать и обращать на них внимание. Это транспорт с учетом пробок, реальное окружение локации и пешая доступность. Все это важно и нужно изучать. И мы, ваши покорные слуги, как раз этим и занимаемся. Напишите в комментариях о том, с какими подвохами столкнулись лично вы. Все ваши добавления будут цены для наших зрителей. До встречи! И помните, если вам нужна помощь в приобретении нового жилья в Санкт-Петербурге или продажа уже имеющегося жилья, вы всегда можете обратиться к нам. Наши контакты есть в описании. Всем пока!